Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное и последнее в этом году, но не последнее в этом учебном году. Потому что в этом учебном году у нас будет следующий семестр, который начнется с февраля месяца. И заранее мы можем сказать, что второй вторник февраля месяца будет у нас занятие кружка. Если у кого есть календарь, тот может сказать, что это будет за число. Второй вторник февраля. Второй вторник февраля. Поэтому все люди могут отдохнуть от других забот все это время и заняться изучением науки и логики. Тем более, что это изучение приобрело какой-то даже трудновообразимый размах. Вот я уже здесь говорил товарищам, что у нас в канале Академия смыслов Лоббио, краткий курс науки и логики, который там вывешен, набрал 181 тысячу просмотров. Ну, поскольку мы не про то, как готовить какие-то блюда, и не про животных, и не в какие-то страны диковинные, то, конечно, это, можно сказать, даже и удивительно. Потому что, ну и по легкости, я думаю, что этот предмет не относится к числу самых легких. Я бы даже отнес его к числу самых трудных. И вот, тем не менее. Ну, а если вот взять мою беседу с Пучковым, Дмитрием Юрьевичем на опер.ру, введением на углу логики, там более 700 тысяч просмотров. То есть это приближается, уже угрожает миллионам. Это говорит о том, наверное, уже говорит о том, что благодаря в том числе усилиям членов нашего кружка, и всех, кто занимается в Красном университете, и тех, кто организовал Красный университет, усилиями этих товарищей. И вот та мечта, которая была у Ленина, чтобы мы все были бы кружком друзей гегельской диалектики, и эта мечта начинает реализовываться. Можно сказать, лучше бы она раньше реализовывалась. Ну, что делать? Вот некоторые трудные вещи не сразу воспринимаются. Потом, как вы понимаете, кроме таких дел, как диалектика, и много у людей других дел и забот насущных. А то обстоятельство, на котором мы настаиваем здесь, о том, что изучение науки логики помогает все другие дела делать быстрее и более эффективно. Ну вот, раньше оно как бы не доходило до граждан, до трудящихся. А теперь, наверное, многие люди на своем опыте поняли, что они очень легко могут выпутаться из запутанных ситуаций, разобраться в непонятных вопросах политических, экономических и прочих. Почему? Потому что у нас существует очень развитые разделения труда во всем мире. Разделение труда состоит в том, что вы занимаете какую-то профессию, должность у вас, и будете вы всю жизнь этим заниматься, и там все понимать вроде бы, друг другу понимать, что вы говорите. А уже представитель одной профессии, представитель другой профессии уже понять не может. И это значит, что нарушение в каком-нибудь звене, ну вот, как мы видим на примере разрушения Советского Союза, началось какое-то разрушение, оно сразу приводит к тому, что масштабы этого разрушения становятся гигантскими, потому что эти люди, которые занимаются чем-то конкретным, а этого конкретного теперь нет, сверху никакого плана нет и так далее. Задача не ставится, идеи рассыпались, и начинается вот такой процесс разрушения. Поэтому, я думаю, надо напомнить, что чем философия отличается от других наук. Все науки имеют какую-то свою отраслевую специфику. Но они что-то изучают конкретное, или абстрактное, как математика. А вот философия – это наука о всеобщих законах, природе, общества и мышлении. То есть изучение философии нужно для того, чтобы человеческое общество представляло собой единый организм. Вам может себе нравиться или не нравиться, но это как бы второй язык. Один язык просто для того, чтобы говорить, а второй язык для того, чтобы понимать, потому что постигать в понятиях. Понять – значит выразить в понятиях. И вот наука логика – это и есть наука о движении понятий. Поэтому мы занимаемся не тем, что у нас отнимает время, а тем, что на самом деле экономит время. Поскольку мы не будем делать, тот, кто изучает, он, конечно, для этого должен израсходовать известное количество времени. Вот сидят люди на кружке, страдают целый час. Но я думаю, много часов они сэкономят в своей жизни, благодаря тому, что на те вопросы, на которые другие не отвечают или не могут ответить, люди, которые обучаются в кружке, систематически. Систематически – это значит, или приходят живую сюда на занятия, или смотрят, или пересматривают, и раз, и два, и три, поскольку все это вывешивается. Люди, на самом деле, ощущают, что они так выигрывают. Ну, мне тоже на своем опыте пришлось в этом убедиться, поскольку у меня вот процесс защиты моей докторской диссертации был довольно длинный, поскольку я защищал ее четыре раза. Один раз я защищал по политэкономии, получил больше половины, меньше двух третей. Второй раз, еще раз по политэкономии, тоже получил больше половины, меньше двух третей. Считается, что докторская – это новая, невыганная, никого нету. И как-то за него сразу две трети – это странно даже получить. Даже удивительное такое требование, но оно было такое. Ну, дело в том, что это дело наживное. Значит, что такое защита диссертации? У тебя же никто ничего не отнимает, тем более никто из головы ничего не вынимает, все в голове остается. Но надо каждый год тогда представлять другую диссертацию, а не эту, это все. Наконец, я третий раз представил, используя уже свое изучение наук и логики, представил третью диссертацию, посвященную противовещему развитию социализма. И она, если у меня предыдущие были, ну, так сказать, до вечера, до часу ночи, вторая диссертация – два дня до часа ночи. А тут было два часа. Через два часа, и один вопрос. Я ответил на тот вопрос, который мне задал один член совета, и после этого никто не захотел мне больше вопросов задавать. И, так сказать, быстро все закончилось. Но дело-то не закончилось после этого. Процедура предполагается. Увышать диссертационную комиссию, там была ошибка, кто за то, чтобы утвердить, кто за то, чтобы не утвердить. Ну, поскольку, значит, стенка на стенку там была, то по этому поводу люди, видимо, понимали значение этого дела. А противовещи к развитию социализма и еще к этому времени существовал сектор научного коммунизма в Институте философии. И тогда решили диссертацию отправить на перезащиту в Институт философии. Но уже не так, что новую диссертацию, а тут третью. Туда. А Институт философии на Волхонке, 14, рядом с нынешним храмом Христа Спасителя, а раньше там был бассейн Москва с теплой водой. Ну, как вот готовиться к защите докторской диссертации? Но если ты до этого не подготовился, то уже никак не подготовишься. Поэтому я там неделю плавал в этом самом. В бассейне Москва, выступил там в Институте философии, там единогласно проголосовали. Правда, утверждали почему-то тоже долго. Уже кончились все представители гуманитарных наук, а потом вдруг защитили вместе с математиками. Может, потому что я математик, но во всяком случае еще потянули. Ну и, короче говоря, защитили. И с 87-го года я получил докторскую. Ну, у меня всякие беседы были с коллегами, которые со мной вместе в аспирантуре были. Он говорит, вот вы занимаетесь этой наукой логики? А надо же статьи писать, защищаться надо. Книжки надо писать. Я говорю, у тебя сколько работ? Он говорит, 20. А у меня 200. На тот момент, когда мы с ним разговаривали. На сегодняшний день у меня 375 опубликованных работ. Ну и много книг, которые, кстати, известны. Их листов легко понять. Это я не в порядке, так сказать, пропаганды того, что, так сказать, вот как здорово получается. В порядке пропаганды того, что если кто-то думает, что наукой логики отнимает время, он очень сильно заблуждается. Очень сильно заблуждается, потому что... Ну, а уж что касается ответов на вопросы, ну, я думаю, что вот человек, который знает всеобщие законы природы, общества и мышления, ему ответить на те вопросы, которые обычно задают, ничего не представляет собой. Поэтому какой-то сложности или трудности в этом. Я не представляю каких-то дискуссий. Я не видел, что кто-то может дискутировать вполне успешно. Не зная этих основ. Поэтому кому это нужно? Всем. Для чего? Для всего. А почему для всего? Потому что наука – это всеобщий закон природы, общества и мышления. Почему и у Гегеля и всеобщий закон природы, общества и мышления? Вы хоть сто раз можете считать его идеалистом, но если вы глянете вообще в углавление вот этой книги, которая вообще называется «Субъективная логика», и что вы там найдете? Ну, кроме вот этого вот первого раздела, с которым мы тут сидим больше всего. А там есть объективность, там механизм, механический объект, механический процесс, абсолютно механизм, химизм, тереология, жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Тут есть то, что обычно относят к материализму. Все это есть. Другое дело, что оно, так сказать, мы тут на эту тему обсуждали, говорили, что можно бы кое-какие вещи и переставить с учетом материалистического истолкования, на пилу Игеля, и, так сказать, некоторые неудачности переходов. Но это второй вопрос. Вопрос о том, что здесь, в общем-то, тоже есть все то, о чем вы, материю здесь найдете. И такие выражения, которые Ленин брал, что она дается нам в ощущениях, ощущениях, если так далее. Все это вы найдете здесь, если будете внимательно читать. Вот поэтому и найдете первоисточник, корень, откуда, собственно говоря, все это идет. Вот эта вся наука, с которой связана вот эти все дискуссии, которые у нас в общественном пространстве, о том дискутируют, о чем дискутируют, ничего, так сказать, более основательного, чем науку логики, нет. Поэтому, скажем, самые великие люди, больше всего повлиявшие на ход общественной жизни в истории, Маркс, Энгельс, Ленин, о чем они говорили. Маркс говорил, что я, вот, мое отношение к Гегелю какое? Очень простое. Он учитель его. Он мой учитель. Все еще надо. Ну, учителя разные бывают. Выскать, он у меня идеалист, там, то, все. Ну, учитель Маркса. А Маркс учитель, так сказать, всех представителей передового класса, правильно? А его учитель Гегель. Ну, учителя, так сказать, имеют свои недостатки. Критикуйте, пожалуйста, сколько хотите учителей, но скажите им большое спасибо. И не забывайте, что нет никакого отдельного. Говорят, а в чем отличие вот диалектики Маркса от диалектики Гегеля? Вот мне такой вопрос задавали. Мне пришлось выступать на таком канале, который называется «Вектор». Но я говорю, так-то не совсем правильно стать. Есть диалектика. Она может выстолковываться диалектически. Материалистически это сделал Маркс. И диалистически так ее трактует Гегель. Ну, а Маркс, далее Энгельс, Ленин, они ее трактуют материалистически. Но, как вы понимаете, для того, чтобы можно было трактовать материалистически, идея должна это допускать. То есть, это должно быть всеобщее, которое допускает такую трактовку. То есть, вы можете ездить на велосипеде, хотите по дороге, хотите по пешеходной дорожке, тоже не запретят вам. Сейчас уже все меньше стараются туда выезжать, на дорогу, потому что там машина-машина выбивает. Велосипедиста там совсем прикончит. Но вопрос в том, какой вы занимаетесь стезей, это уже вопрос другой. Ну, а Ленин однозначно сказал то, что без того, чтобы освоить диалектику, которую работал Гегель, вы не сможете устоять перед натиском реакции и лыжи. Поэтому вы можете говорить, что нас мало, или много, вот о чем я начал говорить, да? Много тех уже, много становится тех, которые смогут устоять перед натиском реакции и лыжи. Считаете, а вы скажете, ну, а население Земли 7 миллиардов с ГАКом. Ну да, по сравнению с населением Земли, и вот это вот 7 миллиардов с ГАКом-то-то как раз в основном-то и не может противостоять реакции и лыжи. Потому что продолжается капитализм, продолжается эксплуатация. Социалистических стран, можно сказать, мало. Людей, которые живут в социалистических странах, то есть в тех странах, которые совершили социалистическую эволюцию, всего-то полтора миллиарда. Это, конечно, мало. И 100 миллионов вьетнамцев мало, и 25 миллионов корейцев, которые построили социалистическую эволюцию, и 11 миллионов кубинцев, и 6 миллионов лаосцев. Это все мало. Ну, и китайцев мало, конечно, миллиард 400, по сравнению с семью с лишним с ГАКом. Но уже не так мало. Это не так мало, и это, между прочим, страна сейчас самая экономически развитая, она там самый большой головой внутренний продукт. Она переезжает в Соединенные Штаты Америки, и поэтому президент Америки уже не хочет разговаривать, что нам все про Украину, про все. У него теперь больное место – это Китай, который все там захватывает и забирает. Темпы роста у него выше. Ну вот поэтому, я думаю, что наше настроение, такого рода, что надо заниматься систематически, это должно быть такой же нормой, как вы делаете физические упражнения, так кто-то не делает, не ходит, тот и не будет ходить, будет только лежать, он так же потом заболеет и будет лежать. Поэтому, если вы не хотите, так сказать, оказаться в лежачем положении, в отношении умственных своих способностей, ну да, свой мозг развивать и поддерживать. Ну, соответственно, люди дольше и живут, те, которые сохраняют эти свои умственные способности. Поэтому, если у нас много всяких людей, которые предлагают, причем за деньги, разные средства, а тут вам бесплатно, пожалуйста, дают возможность развиваться, творить и оставаться вечно молодыми. Именно поэтому, в предисловии к этому изданию, поскольку там меня написали, что я главный редактор, но я не очень, так сказать, понимаю, как можно быть главным редактором наукой логики Гегеля. Хорошо хоть не рецензентом. А? Хорошо хоть не рецензентом. Да, да, да. Поэтому я увидел свою миссию в том, чтобы выкинуть, то есть это ненужные там рассуждения людей, которые не поняли науку логики явно. Их там много-много во всех изданиях пишут какие-то, видимо, за это деньги получают, или себя выставляют на показ, но ничего там хорошего нет. Я все это читал, перечитал, все это я выбросил, поставил в работу Ленина о значении воинствующего материализма, в которой вот эта мысль проводится, что если вы не изучите это дело, то вы не сможете победить реакцию и ложь. Да? Не сможете противостоять реакции и лжи. Поэтому вот так этот вопрос решается в смысле изучения Гегеля. Теперь, значит, в смысле трудности. Трудность, если это трудный предмет, понятно, что мы сталкиваемся с трудностями. Поэтому я уже и раз говорил, и два говорил, приведу слова Маркса о том, что в науку нет широкой столбовой дороги. «И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Ну, я не вижу, чтобы мы уж так прямо с вами карабкались, сидим, перед нами книга, книга издана, нам помогли ее издать. Очень много людей этому содействуют, в продвижении новой логики. Поэтому, ну, как сказать, что даже наоборот нам даже неудобно будет, если мы не оправдаем надежды тех товарищей, которые нам во всем помогают. Мы с вами, пройдя более чем 100 занятий кружка по науке логики, добрались до учения, до субъективности, до понятия. Что такое понятие? Это снятая сущность. А что такое снятие? Это отрицание? Судержание. Судержание. Значит, то, что говорилось в учении о сущности, все надо иметь в виду. Оно никуда не пропало. То есть во всех категориях, которые вот здесь, вот в этом разделе, или вот в этой книге, третьей книге, субъективная логика, тут есть и бытие. Правильно? Тут есть и сущность, но в снятом виде. А раз в снятом виде, это возвращение к бытию, но через которое просвечивает сущность. А раз сущность просвечивает через бытие, поэтому мы должны все время различать между тем, что есть, и сущностью, которая есть в нем. И эта сущность может выходить, как говорится, проявляться. Раз это так, то, следовательно, не должно быть удивительным, что мы вот здесь в учении о понятии повторяем те категории, которые были раньше. Более того, здесь как бы подсказка теперь имеется. Вот мы добрались до всякого рода видов понятий. Вот были понятия, потом пошли, пошло суждение, ему заключение. А посмотрите, как делится, деление идет какое-то, три вида, тройка опять. Сначала идет уму заключение наличного бытия, короче, бытие. Правильно? Наличное бытие – это же бытие. Вот, то есть, вот как бы для классификации берется бытие. А потом за бытием что должно следовать? Сущность. То есть сущность. А сущность – это рефлективная категория, отраженная. Что отражается? Она отрицает все время бытие. Это отрицание бытия. Ну, как зеркало, оно отрицает тот свет, который к нему приходит, а раз отрицает, оно его отражает, и вы увидите этот свет. Так вот, дальше его заключение – рефлексии. А после его заключения рефлексии, то есть это сущностная категория, или, так сказать, то, что соответствует сущности. А потом его заключение – какое? Необходимость. Необходимость. А необходимость – какое? Это значит, уже, собственно, понятие, как понятие. Уже до неба доходит. И вот, когда его заключение необходимости пройдет, что уже и, собственно, и все. И закончилась все это наша, вся эта субъективность, и тогда у Гегеля переход в объективность, а у нас мы эту объективность уже давно прошли, и мы с вами двигаемся уже через… Сыр. Да, через субъективность, и там перейдем к телеологии, и непосредственно к, собственно, к абсолютной идее, и так далее. Поэтому там у нас, как говорится, это не то, что у нас это осталось, а это у нас пройдено. Почему? Мы договорились, что мы вот этот дом или эту книгу материалистически истолковываем, и мы не можем ничего и менять у Гегеля. Ну, как мы-то… Мы можем все это прочитать подряд. Но потом для себя расположить логику этого дела более строго, чем это сделал Гегель. Потому что, если вы увидите этот переход, например, от субъективности в объективность, но он такой очень странный. Это бытие, поэтому некоторые вещи. Говорил, говорил о понятиях. Потом говорят, это некоторые вещи. То есть вдруг появилась вещь, некоторая. Откуда она спустилась? С неба. Сущая в себе и для себя, тире объективность. И вдруг пошли о вещах. Объективность. И вдруг, так сказать, вот это самое, где это проживено? На какой странице породилась вдруг вещь? Родилась на 123-й странице. Мы уже почти к этому подобрались. Мы уже занимаемся умозаключениями. И сегодня у нас умозаключение рефлексии. То есть позади какое умозаключение? Умозаключение наличного бытия. Когда про него рассказывал, Гегель написал, ну как всегда, про новые пишет, с восторгом описывает, как это важно, нужно. А когда он его проходит, говорит, ну это же самое элементарное умозаключение наличного бытия. А вот надо же в сущность заглянуть в эту рефлексию. Поэтому вот развитие качественного умозаключения, а что такое качественное умозаключение? Это заключение наличного бытия. Где качество-то появляется? Качество-то в самом начале науки логики, в учении о бытии. Правильно? Мы это помним. Почему мы это помним? Да потому что сто раз об этом говорили. Не потому что вот такая память хорошая. А пусть, так сказать, она самая, что она есть, память плохая, но это невозможно забыть. Это сто раз. Тогда у него не забыли. Да, это книга для тех, у кого плохая память. Вот. Вам помогут. Так вот, развитие качественного умозаключения сняло абстрактность его определений. То есть, нам вот говорили, там такие есть умозаключения, такие умозаключения, названия, а тоже там троечность такая же, какая была. А тем самым термин положился как такую определенность, в которой светится также и другая определенность. То есть, говоришь об одном, а в ней светится другое. Точно так же, как говоришь о кружке. Если о кружке идет речь, вот староста кружка. Если есть члены этого кружка, то и староста есть. А если нету никого, то вроде тогда и староста как бы ни при чем. Или, а наоборот, кружок есть, а староста нет. Ничего себе кружок даже, кружок, у которого нет староста даже, который следит за элементарным порядком, чтобы люди не забывали, что надо изучать и не забывали, куда приходить. И об этом подумали. Потому что мы все-таки материалисты и прекрасно понимаем, что для того, чтобы заниматься чем-то, надо иметь помещение, надо вот иметь звукозаписывающую и видеозаписывающую аппаратуру. Если мы хотим, чтобы этот кружок не был кружок для двоих или троих. Это кружок не для двоих, не для троих, для всех, кто желает. Никаких ограничений. У нас тайн нет от народа. В том числе от противников, если есть какие-то... Я что-то не видел противников. На стезе науки и логики что-то противников не встречалось мне на моем пути. Не знаю почему. Они пишут свою новую логику. Они новую логику пишут. Новую. Если новой краской покрасить, достать старое что-нибудь, покрасить новой краской и сказать, что это новое, и вот на этом. Они напишут, вот покажут. И вот говорится здесь на странице 106 умозаключение рефлексии, развитие качественного умозаключения, снял абстракт на силу определения, и тем самым термин положил себя как такую определенность, в которой светится также другая определенность, светится курсивом. Чтобы не пропустили. Кроме абстрактных терминов, как было в предыдущем, когда речь была об умозаключении наличного гудея, да, и разных его видов. Кроме абстрактных терминов, умозаключение, имеется также их соотношение. То есть, надо обязательно брать соотношение этих терминов. Если вы не берете их соотношение, значит, нету здесь сущностного рассмотрения. Потому что вот то, что я вижу, что у вас такое умные глаза, и так далее. Наверное, у вас и ум есть, а не только умные глаза. Я правильно сделал вывод? Потому что, а если этого соотношения нет, если только это умные глаза, и точка на этом, ну, это какая-то карикатура, это уже какой-то выпад. Правда? Можно и в драку пойти тогда, если так с таким и начинают выступать. И так далее. Или, как говорят, человек выглядел вроде бы прилично. Это чисто рефлективное высказывание. Так вот наступали на Маяковского. Вроде бы прилично. Еще и сегодня. Сегодня, то есть, другие дни, и даже и не выглядел прилично. Выглядел, выглядел, но на самом-то неприлично. Вроде бы прилично. Ну, как наворотили. Люди, которые это используют, такого рода рефлексивные вещи. Вот. Отраженные. Кроме абстрактных терминов, в умозаключении имеется также их соотношение. Их заключение, оно положено, как опосредственное и необходимое. Поэтому каждая определенность положена поистине не особо, как отдельная определенность, но как соотношение других определенностей. Другими словами, как конкретная определенность. Даже если мы возьмем вот эту определенность, будем относить просто к каким-то частям, уж если я начал говорить там о голове или о взгляде, ну, наверное, надо сказать, вообще у человека и сердце есть, или, говорят, душа у него есть у человека, а душа, когда вы берете сущность человека, и вот он, то, как он реагирует вообще на действительность на других людей, как он себя ведет, или какое основание его поведения есть. То есть тогда мы совсем по-другому берем. Поэтому мы берем соотношение, раз соотношение, значит, не просто есть три понятия, которые мы расположили и говорим, вот это вот умозаключение личного бытия. Если назад немножко отойти, то когда мы говорим просто понятие, оно почти со словом отразляется. Стакан, вот понятие. Когда начинаешь придираться к этому стакану, вы какой стакан имеете в виду? Ну, а вообще стакан. Вообще стакан. Да? Не вообще, а конкретно. Чей стакан? Мой стакан? Нет, не надо мой стакан трогать. Я вам право не давал. Свой стакан? Это ваш стакан. Значит, стакан с подстаканником? Да, с подстаканником. Ну, тогда мы с вами, видимо, имеем в виду чай, который подают в поеде. Ну, вот тогда мы начинаем подбираться уже. Какой стакан? Где стакан? Через что? Через рефлексию, через отражение, а не просто не утверждение одного и одного. Стакан. Стакан ни о чём ничего не говорит. Вот здесь раз речь идёт не просто о каком-то слове, которое прозвучало, и непонятно, как с ним дальше действовать. Яблоко. Так всё, есть яблоко? Нет яблока? Кислый яблоко? Вкусный яблоко? Зрелый яблоко? Неспелый яблоко? Какое яблоко? То есть как-то без остального это получается голая абстракция. Абстракция, то есть вырвание из всеобщей связи. А как нам ещё и кроме Гегеля и Ленин всё время объяснял, надо всё брать во всеобщей связи. Ну, нельзя это всё вырывать, если вы вырвете, и всё становится мёртвым. Такое яблоко есть нельзя, у которого нет ничего. Никого. Это вообще не ваше яблоко. О чём вы на нём? А почему вы решили, что вы будете его есть, собственно говоря? Это вообще не яблоко. Во-первых, его нет, а во-вторых, она не ваша. В-третьих, я его придумал в качестве объекта для обучения. И так далее. И вообще несъедобно это яблоко. Так. А как только мы рефлективный взгляд устанавливаем, то сразу нужно, значит, видеть какие-то то, в чём это отражается. Отсюда вот и средний термин здесь появляется. Средний термин. Раньше средним термином служила абстрактная особенность. Он средний, но на самом деле в нём никакого отражения не было. Общий отдельно, всеобщий отдельно. Особенный отдельно, единичный отдельно. А здесь не отдельно. То есть он всё время должен быть взят вместе с тем, в чём он отражается, или что его отражает. Теперь же средний термин, говорится на странице 107, положен как тотальность определений. Я думаю, что изучение науки логики уже нас отучило бояться тоталитаризма. Потому что тотал означает целостность. Если вы против целостности, то разбейте свою чашку. Потому что она целая пока. Или разбейте стакан, растопчите, разорвите то, что у вас является целым, платье, рубаху, разрежь всё на куски. Поэтому, ну как-то так, в обществе утвердилось, если так широко распространён, тоталитаризм всех запугивает. точно так же, разве можно так поверить всеобщим образованием? Всё можно, да? Конечно, страшно даже. Все будут грамотные. Все умные, я и чужие. А как же дуракам-то как жить? Все увидят, что они дураки. Это ужас. Или там бесплатное обучение, или бесплатная медицина, всё общее. А как она может быть бесплатной? Она бесплатная для трудящихся, а для государства, для общества в целом, конечно, не бесплатная. В том смысле, что она требует труда. То есть тут рефлексия есть. Если сказано бесплатная, значит кто-то заплатил, но кто-то создал, кто-то сделал. Ну вот здесь так. Теперь же средний термин положим как тотальность определений. То есть не одно определение, а вот и то, что относится к первому, к единичному, и то, что относится ко всеобщему. Таким образом, есть положено единство крайних терминов. Вы против единства крайних терминов? Если речь идёт об умозаключении. А как? Умозаключение, оно и состоит в связанности мыслей, в переходе одной мысли в другую. Но ближайшим образом это есть единое единство крайних терминов. Единство рефлексии, охватывающей их с собой. Это такой охваток, который как первое снятие непосредственности и первое соотнесение определений ещё не есть абсолютное творчество понятия. Это ещё не абсолютное творчество, но движение к этому уже есть. Крайные термины, суть определения суждения рефлексии. Единичность в собственном смысле и всеобщность в смысле определения отношений. Или, иначе говоря, рефлексия, охватывающая собой многообразная. То есть, охватывающая собой многообразная, не отделяющая. Продолжаем рассмотрение умозаключения рефлексии. Крайние термины, суть определения суждения рефлексии. Единичность в собственном смысле и всеобщность в смысле определения отношений. Или, иначе говоря, рефлексия, охватывающая собой многообразная. То есть, если всеобщность, ясное дело, что здесь уже не может быть только об одном речи. Правда? То есть, оно применимо. Это что-то, что относится ко многому или ко всему. Но единичный субъект, как было показано при рассмотрении осуждения рефлексии содержит в себе кроме принадлежащих форме голой единичности также определенность, как безоговорочно рефлексированную в себя всеобщность. Что значит безоговорочно рефлексированную в себя всеобщность? Как это расшифровать такое заявление? Очень просто. Если вы берете всеобщее, то первое отрицание дает вам особенное, а второе отрицание дает единичное. Вот так написано, очень так, для тех людей, кто не знаком с этой терминологией, как может быть это и страшно, безоговорочно рефлексированную в себя. Все. Что такое рефлексировать? Отрицать. Отражать. То есть отрицать. Поэтому всеобщее и отражением является особенное, отражением особенно является единичное. Если кто-то думает, что это мы о чем-то необыкновенном говорим, то посмотрите на себя. Каждый человек есть всеобщее, каждый человек есть всеобщее. если кто-то не считает себя человеком, а считает себя гражданином или отцом, или мужчиной, или женщиной, но не считает себя человеком, то к нему это не относится. Но если вы считаете себя человеком, так это всеобщее. но вы не каким-то человеком, который является в это время и трудящимся, например, а может быть эксплуататором. Это особенное. Но эксплуататоры имеют тоже фамилию, имя, отчество, и, между прочим, и трудящиеся. Это единичные. Вот каждый из них выступает как безоговорочно рефлексированную в себя всеобщность. Если кто-то думает, что это к нему неприменимо, но то, что я сказал, применимо ко всему. Не хотите к человеку, возьмите яблоко. Яблоко это всеобщее, а если вы возьмете особенное, получится у вас Антоновка. А если вы имеете только особенное, но нет конкретного у вас яблока, только слышали о нем, то надо еще раз одно отрицание взять. Не вообще Антоновка, а то Антоновку когда я держу в руке. Вот она, ее уже можно есть. Но раз вы будете есть Антоновку единичную, значит будете есть и особенную, и вообще яблоко будете есть. Яблоко я ем. Ты что ешь? Антоновку. Так ты же конкретно ешь Антоновку, но она же Антоновка, значит вот Антоновка. То есть надо к этому привыкнуть, как ко всему привыкают, в том числе и правильно выражаться, правильно понимать логические определения, тоже можно научиться, для этого надо что делать? Учиться этому, ничего такого особенного в этом нет. Если вы к чему-то не привыкли, ну прочитайте два раза, если еще не привыкли, три раза прочитайте это место. На четвертый, пятый раз это станет для вас привычно. Вот и все. Так вот, рефлектируемая себя, всеобщность, как предположено, и то есть здесь еще непосредственно взятый рот. Вот, обратите внимание рот. Если вы скажете, что вы не пользуетесь словом рот, ну, во всяком случае, многие пользуются, по крайней мере, те, кто знает слова интернационала, иногда его поют. С интернационалом воспрянет рот людской. Рот людской, не просто Иванов воспрянет, Петров, или Сидоров, или группа людей, или это какая-то национальность, или еще, так сказать, люди, которые живут на острове Крит, или на острове Кипр, и так далее, или в республике Кипр. А это говорится о чем? Интернационал, это же гимн трудящихся, который говорит о том, что вот если будет власть трудящихся, то воспрянет рот людской, а так людской рот мучается при капитализме. Из этой определенности крайних терминов, которые получаются в ходе развития определения суждения, вытекает более детальное содержание среднего термина. То есть, видите, как вот Гегель, он не пропускает этот средний термин, он не просто сказал и все, он продолжает дальше его изучать, и нас приглашает на этом остановиться. Который имеет капитальную важность в умозаключении, так как он отличает умозаключение от суждения. Средний термин содержит в себе единичность, первое. Второе, но расширенную до всеобщности единичность. А как это расширенную до всеобщности единичность? Ну, вот как мы понимаем с вами Антоновку, которую я держу в руке? Я держу в руке, значит, это не просто вот это яблоко, которое я ем, но я ем Антоновку. Антоновку, их много, этих Антоновок, вот до всеобщности. Но еще это, может быть, Антоновка не всеобщность дает, а особенность, это особенное яблоко. А как дойти до всеобщности? Ну, скажите, что я ем яблоко. Чего вы едите? Яблоко. И все. И вы дошли уже до всеобщности, расширились все. Расширена до всеобщности единичность, как все единичности, то есть все яблоки мира. И третье, лежащее в основании всеобщность, безоговорочно соединяющая в себе единичность и абстрактную всеобщность, род. Вот вам, пожалуйста, какого рода фрукт вы едите? Можно так спросить? Я вижу, что вы чего-то грызете. Валерий Александрович, какого рода фрукт вы едите? Яблоко. Яблоко. Вот и все. То есть, как бы мы говорим то же самое, такие элементарные вещи. Когда фрукт уже подразумевает, что в нем уже все заключено получается. Да, когда вы берете единичное, то в единичном есть и особенно и всеобщий. Но это мы с вами проходили. Это с вами проходили, а теперь мы как бы с другой стороны с точки зрения движения, суждения, ему заключения, когда рассуждают, они этим все время пользуются. Таким образом, ему заключение и рефлексии впервые получают настоящую определенность формы. поскольку средний термин положен как тотальность определения. А что такое тотальность? Целостность определения. То есть, средний термин подразумевает, а что значит положено? То есть, он отрицает единичность и отрицает всеобщность. Средний термин. А что такое положенность? Я полагаю. Если ты полагаешь, значит, что ты отрицаешь. а если ты его не полагаешь, она уже лежит. Чего тогда полагать, нечего. То есть, ты полагаешь, что он был и здесь, а вот я и сюда полагаю. А если я предполагаю, я уже положил, пришли, а уже лежит. Я вот пришел, а микрофон Сергей Викторович уже поставил, это предположение. А я полагаю, что он сейчас сюда подошел для того, чтобы подвинуть, чтобы лучше звук был. Полагаю, Аштонович полагаю. То есть, я уже говорю не о микрофоне, а о себе и о Сергею Викторовичу. То есть, я имею в виду отрицание микрофона. Это отрицание все микрофона. И он отрицание микрофона, и я отрицание микрофона. А микрофону это невдомеку, потому что ему это безразлично, поскольку он предмет без мысли. Но он передавать мысли может. Так он устроен. Непосредственное ему заключение является по сравнению с ему заключением и рефлексией неопределенным. Это то, что вот только что он славил, в предыдущее было ему заключение наличного бысия. Вот оно есть, оно непосредственно, вот есть. Это тоже вот неопределенное. Я еще не вскрыл. А то вдруг раскроешь, а там пустое все. Но я знаю, что оно пустое, если бы это были не докеры, я бы еще мог поверить. Но это же люди, которые сделают как надо. А то откроешь там, да, все месяцы, если все дни, которые будут в 2022 году. Так как средний термин в нем пока что еще есть абстрактная особенность, в который момент его понять еще не положены. Это первое умозаключение рефлексии может быть названо умозаключением всякости. И вот тут мы, видите, к каким тонкостям подошли. Вы можете сказать, все, все. Все вот предметы такого, чего? Рода. Рода – это всеобщее. Все предметы. А всякость – это значит, вы каждый берете по отдельности, но намекаешь на то, что это он всякий, то есть относится ко всему. Что он не один. Не то, что я взял этот предмет, а это всякость. Умозаключение всякости. Умозаключение всякости есть умозаключение рассудка в его завершенности. Ну, не более того. То есть завершено, значит, это что значит «не более того»? Потому что кроме рассудка есть еще и разум. Поэтому мы понимаем, что не надо недооценивать, но не надо и переоценивать. Что средний термин есть в нем не абстрактная особенность, но развернут свои моменты, потому конкретен. Вот почему говорят «Истина всегда конкретна». Вот говорят так, и никто не доказывает. А что значит «конкретен»? Развернут свои моменты. Вот что такое конкретность. Я думаю, всем интересно будет узнать, что конкретное – это то, что развернут свои моменты. Это конкретно. А если я какую-то абстрактную вещь сказал и не показал, из чего она состоит и как она движется, то это не конкретно. И это, правда, составляет существенное требование для понятия. Однако форма «всякости» синтезирует из единичной его всеобщности. То есть можно взять что-то как «всеобщее», а можно сказать «всякое». И если «всякое» обладает каким-то свойством, то я эту всеобщность и представил. «Всякость». Мы такого слова и не знали, и не использовали. «Всякость». Всякий человек должен быть свободен. А можно сказать, все люди должны быть свободны. Но «все» – это про всех людей. А «всякие» – это значит обращено уже конкретно. К разному. К любому человеку. Всякий. Какой бы ты ни был. Или если это касается национальностей, значит, какой бы национальности ты ни был, ты тоже имеешь те же самые права, как человек другой национальности. Если у тебя другая раса, то значит ты всякая. Человек всякой расы должен быть равноправен. Мы против учения о расовом превосходстве и так далее. И наоборот. Миллионы людей воевали под лозунгом «расового превосходства». Что вот есть, так сказать, немецкая раса. И она рассматривала другие народы, как те народы, которые не дошли до этого уровня. «Форма всякости синтезирует единичную и вовсю общность. Отрисание непосредственности определений, которое было результатом заключения наличного бытия, есть лишь первое отрицание, а не отрицание отрицания или абсолютная рефлексия в себя. Поэтому в основании указанной в всеобщности рефлексии, страница 180, вместохватывающие собой отдельные определения, все еще лежат эти отдельные определения. Или иначе говоря, всякость еще не есть всеобщность понятия, а есть только внешняя всеобщность рефлексии». То есть надо различать всякость и всеобщность понятия. Когда вы их все перебираете, перебираете, все, всякое взяли, всякое взяли. «В чем общность-то? В чем всеобщность?». Еще вы до этого не дошли. Ну вспомните, как там было в суждении Вот дом устроен так-то и так-то Хорош Не вообще дом, любой хороший Дом, у которого провалилась крыша Дом, который протекает Дом, который был сожжен и не восстановлен Такой всякий дом хороший? Нет А дом, который восстановлен и поддерживается Силами трудящихся, которые о нем даботятся Он хорош, как дом Ульяна Так Так как теперь средний термин содержит в себе единичность И в силу этого сам конкретен То он может связывать с субъектом лишь такой предикат Который присущ субъекту, как конкретному А не просто такой попал В суждении зеленое или правильное приятно Субъект есть лишь абстракция зеленого Или правильности, напротив Предложение «все зеленое» или «все правильное» и «приятно» Субъектом служат все те действительные и конкретные предметы, которые зеленые или правильные И которые следовательно берутся как конкретные со всеми теми их свойствами, какими они обладают помимо зелености или правильности Видите, какие здесь тонкости, которые нужно различать, когда вы рассматриваете умозаключение Это тонкости, то есть люди обычно не обращают внимания на форму своей речи, на форму мышления И поэтому это не значит, что они при этом обязательно ошибаются Они могут совсем не ошибаться Тот, кто это вот, скажем, изучает Он это просто формы мысли своей не представлял как предмет для рассмотрения Но это полезно А это полезно, потому что вы начинаете вникать в такие тонкости, которые даже в голову не приходили А эти тонкости есть И когда вот вы разбираете чьё-либо суждение или умозаключение Вот тогда вы можете найти ошибку Потому что он вот делает такую-то ошибку Или он, скажем, на таком-то уровне высказывается, который не даёт истинности А является только правильной Правильной это не значит, что истинная, правильно? Да Истина А? Вы спрашиваете, правильная или истинная? Да Вот истина, истина вам говорю Да, да Христос, Христос так говорит Вот тут уже надо говорить Да Неправильно, а истина он говорит Но это рефлективное совершенство умозаключения Делают его именно поэтому лишь обманчивым призраком Вот только, думаю, сейчас похвалит Гегель Рефлективное совершенство Делают его обманчивым признаком Средний термин имеет определённость «все» Этим всем непосредственно принадлежит к большей посылке тот предикат, который смакает субъектом Но все суть все единичный Следовательно, в этой большей посылке единичный субъект уже непосредственно обладает указанным предикатом Вместо того, чтобы получить его впервые через умозаключение Следовательно, то, что мы здесь имеем на самом деле, страница 109 Может быть выражено ближайшим образом так Умозаключение рефлексии Есть лишь внешняя пустая видимость умозаключения Ну вот, только мы приподняли это Возгордились Да, оказалась пустая видимость умозаключения Стало быть, сущность этого умозаключения покоится на субъективной единичности Тут запятая, вот лишняя ошибка при печати Последняя тем самым образует собой средний термин И должна быть положена как средний термин Единичный находится в непосредственном, а не в умозаключенном соотношении со своим предикатами И большая посылка соединения некоторого особенного с некоторым всеобщим Или точнее, некоторого формально всеобщего с некоторым всеобщим себе Опосредствована тем соотношениям единичности, которые здесь имеются Единичности, как всякости, но это есть умозаключение индукции Вот, дальше мы переходим к умозаключению индукции И если умозаключение всякости подчинено схеме первой фигуры Единичная, особенно всеобщая, индуктивная умозаключение, схеме второй фигуры Всеобщая, потом идет единичная, потом особенно А как можно от всеобщего перейти через единичная к особенной? Перебрать все единичные Все единичные перебрать, а это индукция есть Вот, так сказать, всё-всё-всё-всё-всё-всё. И вот когда вы все единичные переберёте, вот картинка на 110-й странице. В, всеобщая, потом чёрточка идёт дальше, ищней, и так далее, до бесконечности и особенной. То есть надо перебирать всё, если это индукция. Поэтому индукция не очень вам понравится. Значит, вторая фигура формального умозаключения, всеобщая, единичная, особенная, потому не соответствовала схеме умозаключения, что в одной из посылок второй фигуры, единичная, образующая собой средний термин, не была подчиняющим или предикатом. В индукции этот недостаток устраняется. Здесь средним термином служат всеединичные. Предложение ВЕ, которое содержит в себе в качестве субъекта объективное всеобщее, или РОД, выделившийся в качестве крайнего термина, имеет такой предикат, который по меньшей мере обладает равным субъектом объёмом, и тем самым тождественен с ним для внешней рефлексии. Лев, слон и так далее образуют собой РОД четвероногих животных. Различие, состоящее в том, что то же самое содержание в одном случае положено в единичности, а в другом во всеобщности, есть поэтому только безразличное определение формы. Поэтому индукция не есть умозаключение голового восприятия или случайного наличного бытия. Значит, как бы похвалят сейчас Гигель индукцию, чтобы потом опять её опустить и сказать, ну, это только индукция. Каким была соответствующая ему вторая фигура? Умозаключение опыта субъективного синтезирования единичных в РОД. Вот начнут перечислять. Я сейчас вам всё представлю. И можно пересказывать всё до вечера, а потом утром встали про доски, на следующий день и так далее. А вместо того, чтобы выразить как всеобщие. Поэтому Гигель не очень этому восхищается, вот этому, этой индукцией. Индукция состоит в том, чтобы... Нет, но он говорит об опыте. Да, об опыте. Он не об опыте. Об опытным путём можно и... Не об опыте говорить, а ему заключение опыта. Название этого даёт. У вас заключение из опыта. Но этот опыт не бесконечен. У вас никогда не будет бесконечного опыта. Это понятно. Поэтому этот опыт, это вот кажется, что опытным путём мы определили. То есть встретили 15 серых собак. И сделали вывод. Все собаки серые. Не все остальные, а все собаки серые. И тут как раз вот провал. И тут выбегает белая, рыжая, какая-то полосатая, пятнистая, и чёрт не что. А было всё хорошо. Поэтому индукция – это хорошо. Но никто ещё не нашёлся ещё тот человек, который всё перебрал. Всё. Это невозможно. Ну, раз невозможно, что же вы восхищаетесь-то индукцией. Да мы не восхищаемся. Ну вот Гекель говорит. Мы не восхищаемся, мы восхищаемся. Вот Гекель говорит. Поэтому индукция не есть умозаключение голового восприятия или случайного наличного бытия, каким была соответствующая ему вторая фигура. А умозаключение – опыта. Субъективное синтезирование единичных в род. И смыкание рода с некоторой всеобщей определённостью. Поскольку она встречается во всех единичных. Умозаключение это имеет также то объективное значение, что непосредственный род определяет себя через сатальность единичности к некоторому всеобщему свойству. Имеет своё наличное бытие в некотором всеобщем отношении или признаке. Однако объективное значение этому заключения, как и других, есть пока что лишь его внутренние понятия. Здесь ещё не положено. И, как всегда, мы видим, от одного более простого Гекель переходит. Хотя оно более простое, но оно просто менее сложное. Потому что оно здесь не очень уже простое. Переходит к другому, ещё более сложному. Скорее можно сказать, что индукция есть ещё по существу некоторые субъективные умозаключения. А почему субъективные? А вы что, всё перебрали? Всё не переберёте? Ну, значит, вот это субъективное умозаключение. Где вот это закончится и начнётся совсем другое? Я его перебрали. Вы можете что-то другое перебирать. То есть поэтому субъективность. Да, вы умрёте, перебирая это. Я умру, перебирая другое. И так мы на этом, на переборе, и закончим свою жизнь. Получше не перебирать. А вот нашёлся товарищ, который понял это. Что не надо это всё перебирать. В силу пребывающей непосредственности единичных и в силу утекающего отсюда внешнего характера, в сообществе есть лишь полнота. И лучше сказать, остаётся некоторой задачей. И задача, она остаётся всё время. Задача остаётся, и никогда вы её не решите. Всё перебрать. В ней поэтому опять появляется прогресс в дурную бесконечность. Единичность должна быть положена как тождественная со всеобщностью. Но так как единичная и положена вместе с темой как непосредственная, то указ на единстве остаётся лишь постоянным долженствованием. Я должен дальше пойти, ещё доль, ещё дальше. От этого перейти к следующему и так далее. Оно есть единство равенство. Долженствующие быть тождественными должны вместе с темой не быть тождественными. Лишь продолженные до бесконечности, а, б, ц, д, е, образуют собой род и дают завершённый опыт. Заключение индукции остаётся поэтому проблематическим. А что значит проблематическим? Не решена, вот эта проблема. Не решена. Так вот, вы продолжаете, продолжаете, так оно и останется. Ну вот он показал нам, что это за такого рода заключение. Опыт, основанный на индукции, признаётся значимым, хотя восприятие по общему признанию не завершено. Значит-то значит, но что он значит? Единичность может быть средним термином только как непосредственно тождественная со всеобщностью. А вот если она непосредственно тождественная со всеобщностью, тогда да. Такая всеобщность есть, собственно говоря, объективная всеобщность – род. Вот если вы род возьмёте, да, всё закончилось. Все эти вот животные такого рода, тогда вы всё перебрали. А вместо того, чтобы сказать «взять род», вы всё перебираете поштучно. А вот Гегеле альтернативу даёт своё решение этого вопроса не в дальнейшем, не в том, что вы увлекаетесь этим перебором, а в том, что вы делаете род. Вы говорите, что есть и такое, то есть есть и индукция, и индукционная мозг, то есть у вас вообще не индукция, то есть такая тоже есть. Такое внешнее есть тоже непосредственно своя противоположность, то есть внутренняя. Есть ещё умозаключение по аналогии. Хотя это мы уже с вами знаем из других источников, что это худший вид рассуждения по аналогии. И вот он пример приводит. Земля имеет обитателей. Луна – есть некоторая земля. Следовательно, Луна имеет обитателей. Вот к такой выводу можно прийти по аналогии. Поэтому, с одной стороны, мы видим, как он классифицирует, с другой стороны, мы видим, что Гегель не очень расхваливает эти категории, эти виды умозаключений. Он, наоборот, показывает, в чём они состоят. Вот такие они. Умозаключение рефлексии, вообще говоря, под чину схеме, особенно единичное всеобщее. И единичное, как таковое, ищет в нём существенное определение среднего термина. Но так как теперь его непосредственно сняла себя, это 115-я страница, и средний термин определился, как в себе и для себя, сущая всеобщность, то умозаключение подчинилось формальной схеме единичное, всеобщее и особенное. И умозаключение рефлексии перешло в умозаключение необходимости. И вот умозаключение необходимости, и я думаю, что это будет темой нашего следующего занятия. Умозаключение необходимости. Значит, что должны делать товарищи в течение этого времени, которое отделяет нас от следующего занятия, которое будет 8 февраля. Значит, изучить умозаключение необходимости, а умозаключение необходимости, вот оно. Оно заканчивается на странице 123, это несколько страниц, и тогда мы заканчиваем. Заканчиваем субъективностью. Вот субъективность, и будем её, эту субъективность, уже продолжать в соответствии с тем планом изучения, который у нас намечен. А в соответствии с планом, что у нас будет после этого? У нас после этого будет идея. Идея. Со страницы 170. А после неё будет телеология. А после неё идея познания. Потом идея добра. Идея истины, идея добра. И, наконец, абсолютная идея. Вот, собственно, всё, что мы должны сделать для того, чтобы считать, что мы закончили это изучение с учётом материалистического истолкования, потому что мы всё остальное рассмотрели. И это вот здесь я вот таких каких-то сложностей, трудностей, по сравнению с тем этим минным полем, на котором мы сейчас находимся, я здесь не усматриваю. То есть всё здесь будет гораздо проще и понятнее. То есть мы, если вы прошли, долго шли по болотам, и, как бы, заустали, промокли, то, когда вы выходите на обычную, простую дорогу и светит просто солнце, которое его не особенно и радовало, то чувствует себя счастливыми. Так вот и мы будем с вами счастливыми после вот этого изучения. Но ещё нам придётся один раз рассмотреть умозаключение необходимости. Такова необходимость. Так, какие тут возникли вопросы, протесты, может быть? Тогда, значит, что могу пожелать товарищам? Сейчас у нас последнее занятие кружка в 2021 году. Хочу сказать, что мы успешно провели цикл занятий в этом году, продвинулись вперёд по очень сложному материалу, настолько сложному, что ещё кусок нам остался для следующего года, а потом мы уже находимся на финишной прямой. Что значит финишная прямая? После того, как мы её пройдём до конца, то есть до абсолютной идеи, значит, вы потом смело можете браться за изучение тех мест, которые слабо вами изучены, слабо разобраны и так далее. Но вы как будете их разбирать? Как моменты целого. Не так, что вот вы взяли в этот кусок, потом другой кусок, потом третий кусок, а вы будете брать вот уже целый, у вас есть в голове наука логики, вы её продолжаете штудировать. То есть берёте и поднимаете уровень понимания тех разделов, которые у вас есть. А с этим вместе поднимается в целом уровень понимания науки логики. А поскольку это наука, которая применяется не тогда, когда она полностью изучена, а она всё время применяется, независимо от того, на какой стадии вы находитесь. Ясное дело, что человек, который посидел тут на кружке и позанимался науко-логике, уже по-другому смотрит на мир и на все эти процессы, на все обсуждения и его заключения, которые есть. Поэтому он это вовсю уже применяет. То есть просто он будет в этом применении постоянно совершенствоваться. Поэтому это такая книга, в которой, например, и Марс говорил, я вот снова, прежде чем написать капитал, обратился к Гегель. Он же снова к нему обратился, а уже потом и написал это произведение. Поэтому одно дело взять самое простое, ну вот взял такое самое простое, товар, из которого потом вытекает капитализм, а не такое, что вот только товар, а вот тут капитализм. Нет, не так. Есть товар, есть товар, когда вы его возьмите, надо разобрать противоречия товара. Для этого надо рассмотреть стороны товара. Поэтому надо рассмотреть, что такое потребительная стоимость, а что такое стоимость. А если вы, так сказать, потребительная стоимость является условием и предпосылком развития стоимости, вот, и дальше этой предпосылки, особенно Марс тут не пошел, а пошел дальше, именно в третьем томе, когда он берет все общественное воспроизводство и получается сектора, которые вот это производят, вот это производят, то есть там берется уже всеобщее разделение. И там уже нет никакой продажи по стоимости, там центром колебания цен является в третьем томе капитала что? Центром колебания цен является цена производства. А цена производства имеет форму, а именно такую, что издержки производства плюс средняя прибыль. Издержки производства уже в этих ценах плюс средняя прибыль, вот это цена производства. Если у вас цена больше цены производства, то сюда могут другие прийти тоже, потому что если здесь можно продать по большей цене, и они опустят вас, причем если много их набежит, они вас опустят так, что вы уйдете ниже цены производства, и отсюда начнется разбегание из этой области и так далее. И так вот через эти колебания идет движение угрокапиталистического производства, взятое в целом. При этом центром колебания является то, что Маркс называет ценой производства. Вовсе не стоимость, а стоимость является центром колебания в простом товарном хозяйстве, когда нет еще никакого цены производства, когда вы абстрагируетесь от того, что есть основной капитал, который несколько лет только может восстановиться и затрачивается несколько лет. А потом включается в конце еще земельная собственность. А земельная собственность выражает себя в виде ренты в этом капиталистическом хозяйстве. То есть рента это выражение или отражение земельной собственности. Значит, люди, которые имеют участки земли, они могут давать капиталистам эту землю под то, чтобы они строили свои предприятия и так далее. Вот как сейчас в России было. За бесценок отдавали огромные участки земли для предприятия, а потом эти предприятия разрушали и строят на них уже потом жилье. Хотя если бы они взяли землю под строительство жилья, с них бы затребовали очень много. Поэтому проще вот это вот предприятие купить за бесценок, как было при Ельцине, а потом все уничтожить и начать строить вот эти самые кварталы из бетона, чтобы там быстро построить и быстро создать и быстро деньги получить и так далее. То есть вот когда мы смотрим, как построен капитал, капитал построен по какой логике? По той логике, которой есть логика капитала. То есть дальнейшее развитие вот этой категории, которая является категорией капитала. Это не значит, что это какая-то особенная логика. Есть диалектическая логика. Диалектическая логика состоит в выведении следующего и предыдущего из того, что есть. Причем на все эти понятия, которые Бегель использует, Маркс, естественно, опирался и опирается. Соответственно, и Енгельс на это опирался. И Ленин на это учил опираться. Поэтому если бы Ленин не изучил на ухо-логике, я думаю, что точно революции бы в России не было. Потому что люди, которые тут совершили бурадную революцию, сходили с бантами и думали, что ура, теперь все хорошо. Приехал Ленин. Все испортил. Все испортил. И сказал, что здравствует социалистическая революция. Тогда товарищи большевики сначала были озадачены, потом они провели конференцию и поддержали позицию Ленина. Когда они поддержали позицию Ленина, то она стала уже позицией партии. А партия авангард-класса. Тогда она стала позицией класса. А тут этот класс взял власть. Поэтому, так сказать, вот такая вещь на ухо-логике, что кажется, вроде бы она так с виду и ни к чему не применима. А на самом деле применима к чему? Ко всему. Так это получается, что по этой логике это не Ленин бомбу заложил атом, а Гегель? Ну, конечно. Гегель заложил. Получается, по логике-то. Да. Сморси началось. А если кого надо судить, то Гегель. А что нам рассказывают, что Гегеля надо судить? Гегеля надо судить. Он еще и немец, кстати. Есть по этому поводу, я вот расскажу о новогоднем, раз у нас уже новогодний идет разговор. Что вот в одном селе, значит, старик говорит своей жене, пойду какой-то лектор пришел, какой-то доклад. Доклад какой-то, из города приехал, какой-то интересный доклад. Ну, пошел, через час приходит, да, и какие-то Маркс, и какого-то Гегеля. Зерно украл. Зерно в диалектике. Мабуть, судить будут. Ну, и я тоже. Так, ничего интересного, он говорит, да. Это точно. Вот. Чего хорошего. Так что, ну, вот нам повезло, мы, никто ни у кого, не, так сказать, не ворует. Мы пользуемся тем, что Гегель был давно, родственники его не требуют от нас, чтобы мы заплатили деньги за то, что мы изучаем. Это большое счастье, вы же знаете, это большое счастье сейчас. А то уже некоторые советские песни приватизированы, и если вы их спели, а деньги не заплатили, вас могут денежки эти взыскать. Как вам это приватизировали? Это здорово, но если все приватизировали, так почему вы и песни не приватизировали? Причем революционные даже. У всех есть хозяин, да? Да. Безговоря. Ну, у всего должен быть хозяин. Значит, поэтому, я думаю, вполне, так сказать, вот к Новому году хороший подарок. Вы сами себе можете сделать, и мы вам в этом смысле помогаем, поскольку его не сделать без тех, кто помогает. Это вот продолжить, кто не продолжил там, ну, начать изучение науки и логики Гекеля, и вам это понравится. Я смотрю вот по тем комментариям, которые есть вот к этому краткому курсу науки и логики, там такие комментарии есть, что, ну, прослушал 15 минут. И вот, ничего не понял, но очень интересно. Ну, в кружке мы потихонечку разбираемся, у нас тут присутствуют люди, которые поняли, и, видимо, таких людей все больше и больше, и я думаю, что новый 2022 год приведет к более широкому. Я думаю, что уже число просмотров таких вот курсов будет заскаливать за миллион. И они и так уже выходят в круг самых посещаемых ресурсов. Потому что вообще ум или разум, он во всем нужен. А тут не только об уме идет речь, а о разуме. А разум — это некое, что более высокое. Разум имеет дело с противоречиями. А то вот есть ведь, есть правда, есть истина, а есть разумная. Так что вот мы, так сказать, изучаем... Мы изучаем разум. Мы изучаем разум. Человек разумный. Мы называем умный, а мы не просто умный разумный. То есть, поэтому это называется человеку присваивать свое, то, что является его самым главным отличием и главной характеристикой. Разум, изучая науку логики, он присваивает, осваивает и усваивает и присваивает то, что он, несмотря на то, что он уже в известной мере ему обладает, еще не присваивает. И становится самим собой и развивает себя. И становится все в большей мере всеобщей. То есть всеобщей, то есть в большей степени отвечает понятие человека. Кто хочет стать человеком, пожалуйста, изучайте науку логики Гегеля. Никаких запретов на это у нас нет. Спасибо за внимание. С Новым годом! Михаил Ильич, так, я не понял, все-таки, идея предшествует цели или цель предшествует идее? Цель может и быть идейная. Может и быть идейная? Конечно. Идея более высокая понятия, чем просто цель. Цель может себе даже, так сказать, птица наметить, хищная. Раз она и летит. Правильно? И убить. Если есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин